привет дорогие друзья сегодня как я вам уже показала 10 июня и летнее утро пока еще не жарко и очень комфортно свежий воздух там птички поют тут как вы увидели уже у меня волны и море а я вам сейчас покажу пауков мы с вами давно их не перебираю сначала все таки и чуть-чуть вспоминашек как мы уже начали на тему как я воспитывала маришу да вот родилась маришка 17 сентября 82 году и началось воспитание но сначала никакого воспитания не было я просто гуляла с ней с колясочкой пока у мамы где там до до ноября месяца полтора месяца было мариночки когда я уже поехала в германию с ней уже тогда мне мой бывший написал что они уже собирают эшелон и будут отправляться обратно в германию к месту службы я собрала манаточки маришке было полтора месяца она была очень спокойным ребенком ну она все время спала поезд и спит вот когда есть хотела тогда она кричала так знаете ли ярко так кричала ля 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 таким образом она требовала поесть поезд и спит она у меня была на на грудном вскармливании кстати кормила я ее год и четыре месяца и и в принципе мне это очень нравилось но потом обстоятельства заставили все-таки прекращать кормление да так вот собрала этого ребенка спокойненького тихого главное чтобы вовремя поесть и провели меня родители вот я не помню из киева я ехала или из москвы потому что ну по разному там можно было из киева можно было из москвы я не помню и знаете ли в поезде но меняла ей подгузнички это конечно сколько там получается где-то полтора дня ехать ну пол до полутора суток в пути вот нормально очень нормально я приехала муж еще не вернулся тогда он еще еще он вернулся через неделю после того как я приехала я приехала к празднику 7 ноября 6 приехала сама приехала под колясочку чемоданчик небольшой с подгузничками и прочими вещичками и покатила в автобат там сколько идти ну минут наверное 40 идти до автобата от вокзала вот ну может быть больше но я себе с колясочкой с этой и под нее чемоданчик и поехала приезжаю в автобат девчонки в шоке говорят почему ты никому ничего не написала мы бы тебя встретили но мне нравилось мне нравилось быть самостоятельной и сказала я сама прекрасно добралась зачем вот я ее сама купала но уже потом когда приехал муж бывший то конечно мы уже купали вместе когда у него была такая возможность и воспитание знаете ли заключалась в том что просто очень любил своего ребенка вот просто до безумия и знаете где-то месяцев 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 восемь в девять может быть месяцев наверно в 10 когда она уже сидела в манежике я купила очень много букварей штук 15 и давала ей вот эти букварей а она уже тогда видимо ну уже у ребенка развивалась я в этом не сильно разбираюсь но наверное нет мелкая моторика уже не так это развивалась и она рвала их все время вот эти дам ей букварь пока она его весь не порвет она рвала его мелко мелко и знаете а а где-то а где-то в год наверное она уже перестала рвать эти букварей она стала рассматривать картинки я кстати вела дневник и записывала где-то он у меня лежит я его что-то давно не видела этого дневника картинки начала рассматривать и потом она начала спрашивать а ете какая бука в общем вот этот вопрос а мама а ете какая бука до трех лет звучал ежедневно по несколько раз в день и вот когда я исполнилась три года оказалось что она от а до я знает всю азбуку всю от а до я в три года не больше трех лет а вот уже когда ровно три года ей исполнилось она знала азбуку от а до я это было так интересно причем я ее специально вообще не учила эти буквари продолжала давать вот их надолго хватило кстати и вот едя какая бука едя какая бука в итоге ребенок все буквы улучшил мне это было очень приятно ну а дальше дальше еще вот какие-то вспоминашки а нет еще скажу знаете мариша еще вот вот с таких вот масеньких лет у нее в характере есть какая-то такая деликатность вот два годика ей было значит у нас уже была к тому времени отдельная квартира но это мы еще в германии естественно жили мы из германии уехали когда мариша исполнилось четыре года и уже и уже пошел пятый год аж тогда мы уехали из германии а то мы все время жили из германии вот и деликатность да в характере не знаю я ее не приучала она сама вот например как это такой вопрос интимный пошла я в туалет и она а она такая девочка была пугливая у нас еще иногда по трупам что-то вот такое вот по трубам отопления какие-то такие звуки были она их пугалась и вот она уже зная что могут быть такие звуки в трубах заранее уже немножечко была на стороже и всегда стояла под дверью вот я в туалете она под дверью стоит дверь закрыта естественно и вот когда я уже нажимаю на вот этот вот сливной бачок она тогда стучится и говорит мама узе моня мама узе моня вот так вот такой деликатный ребенок никогда раньше не постучит раньше пока не услышит что бачок заработал да мне вот это вот было удивительно и тоже приятно вот такая врожденная деликатность у ребенка да потом я вам еще порассказывать девчонки всего понемножку ну а теперь давайте посмотрим моих паучков Мариша пылесосила Настину комнату дома хозяйство два кота собака ребенок он дверь поломал да ребенок дверь вышиб не сквозняк а ребенок прямо неудобно теперь такое было красивое стекло все хорошо хорошо все я вам все покажу что я снимаю Мариша на кухне делает нам кофе да Мариша а себе чай с чем ты чай будешь пить без ничего я уже боюсь с него ну с я и не имею ввиду печеньки а чай без ничего нет ну чай же как то называется черный зеленый 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 Мариша любит зеленый чай уже все на диете не на диете а на ограничения не ограничения это принцип да да я тоже кстати перехожу на этот принцип я надеюсь что я сегодня вечером кроме кефира ничего не буду есть я так надеюсь нет ну очень хочется надо к этому прийти эх через насилие так нельзя так я прихожу кати я с этим очень согласна и хочу к этому прийти может приду сегодня вечером к тому что одним кефирчиком отделаюсь ой как пахнет так зеленый чай с мятой у тебя нет у меня там просто еще мята тоже ага туда еще мята входит да в зеленый чай там там а все я поняла это чаем с мятой пахнет из шкафчика а воду надо можно пол чашечки водички мне водичка водичка я не пойму я снимаю тебя или не снимаю у меня тут что-то есть наверное снимаю я тебя мариш очень помаши ручкой моим зрителям я притормозила с чашкой она правда чай пьет мариша с коробочкой вот она получила босоножки и будет вам скоро показывать девочки мариш когда на днях да скоро скоро уже надо одевать да как этот я одел не одела надел тогда я на отдел и набул это не показывает ты сама потом покажешь что же я буду ну как ты сама все покажешь что ты на покупила кто хочет похохотать давайте посмеемся мы вчера ну в общем настюша у нас умеет нас поспешить вот она иногда чего-нибудь такое выкинет а мы потом вспоминаем и хохочем у кого какое настроение давайте все вместе посмеемся дружденько ахаха буквально смысл она где-то их нашла свела и сбрила а потом приходит и говорит а я порезала я а так как а с и хорюка а я усы сбрила ахахаха а как аккаунт Это было мой шоколад. Пришлось ей эта дверечка... О, дексидин давать. И так далее. И она вот так ходила в скорость. А вы ему говорите. Вот так, а вы говорите, чего я нервничаю. Меня обижаю. Все на нервах. Ха-ха-ха. То ногтя трощит. То усы сбрёт. Ха-ха-ха. 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 Вот Мариша сидит и смеётся. Сделали мы расклад. Ха-ха-ха. На короля крестового. Смотрите, как весело. Да. Очень красиво, так сказать. Лежит. Ха-ха-ха. А что? Не всё коту Масленица. Не нужно миндальчить. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не нужно миндальчить. Да. Хорошо. Красиво. Очень. Ещё раз мамаша. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сейчас покажу. Пауков. Мы с вами давно их не перебирали. И я вам хочу их показать. Давайте перебираем. Итак, друзья. По кофейку. Чудненько. Чудненько. Просто чудненько. Чудненько. Просто чудненько. И давайте же начнём рассматривать наших паучков. Пауков. Правильно? Так. Вот из этого слоника я буду их извлекать. И начнём мы с паука-броши. Помните, девочки, вот этого моего паука. Это паук-брошь-подвеска. Так его немножко не видно. А вот так видно, да. Вот такой красивый паук. Я его носила. И ношу, когда это уместно. А вот таких паучков с такими толстенькими брюшками я очень часто встречала. Среди травы, на плодовых деревьях. В общем, я вообще пауков боюсь. Вот. И я боялась их. Но украшения, изображающие пауков, мне нравились с детства. Вот такой вот шарик. Эти паучки-бижутерия. Ещё во времена моего детства, во времена моей юности, я помню, были пауки с янтарными вставочками. Такие известные брошки паучок с янтарным таким пузиком. Интересно, почему вот они вызывают такой страх и ужас у многих людей. В том числе и у меня. Я не боюсь змей, там, ужей, мышей. Я никого не боюсь. Но вот пауки, это у меня пунктик. И при этом очень люблю вот украшения паука. 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 Украшения пауков. Вот такое интересное украшение. Это тоже бижутерия с кубическими циркончиками. Шикарно сверкают эти камешки. И украшение это, чем оно интересно? Тем, что вот этот паучок двигается и таким образом можно регулировать длину этой цепочки. Вот он двигается. Сейчас еще изображу. Сейчас. Ха-ха. Вот так. Можно очень длинную цепочку сделать. Можно сделать коротко. Можно как угодно сделать. Очень милое такое украшение. Ну, паучок здесь, конечно, единственное, что тут видно, что это паучок. Это его... Подождите. Подождите. В общем-то и не видно, что это паучок. Я не вижу еще двух лапок. Чем отличаются пауки от насекомых? У паука четыре лапки. А у этого чего-то... Не четыре, а восемь лапок. Ну, с каждой стороны по четыре лапки. А у этого чего-то три. А четвертую они как-то его... Ее как-то так немножко... Непонятно, где она. Вот. Так что, конечно, формой этот паучок похвастаться не может. Но он может похвастаться тем, что он очень красиво сверкает. Не знаю, как тут на солнышке сверкнет или нет. Вот. Он очень красиво сверкает. И то, что длина этой цепочки регулируется вот этим паучком. И мне это украшение нравится. Вы знаете, в свое время я его очень много носила. Очень много. Даже сейчас вот я вспомнила об этом украшении. И думаю, почему бы его и не поносить. Вот такое классное украшение паучок. Вы играли в детстве в паучка? Паучок, паучок, тоненькие ножки, красные сапожки. Мы тебя кормили, мы тебя поили. На ноги поставили, танцевать заставили. И так далее. Ну, ладно. Так, пауки. А это уже у нас паутина получается. Посмотрите, уже паутина пошла. Ну, а теперь мы с вами переходим к серебряным паукам. Но сначала я вам покажу листочки. Тут у меня листочки завалялись. Серьги-листочки. Когда-то я их соорудила. Купила вот такие вот сережечки. Купила вот такие вот застежечки. И сделала себе сережечки. Вот они. Хорошенькие. И давайте по кофейку. Маленький перерыв. Ну, и переходим к моим серебряным паукам. Девочки, кто меня давно смотрит, я знаю, вы сто раз их уже видели. Но у меня есть какие-то новые зрители. У меня так много видео, что найти моих пауков. Я вообще... Меня иногда девочки просят найти какое-то видео. Там кинуть ссылочку на него. Я не знаю, где его искать. Я не знаю. Так что, девчонки, вы не обижайтесь, если я не нахожу этих видео. У меня их, ну, порядка двух тысяч. Да, не смотрите, что у меня не так уж много подписчиков. Видео у меня более чем. Я, наверное, как это... Самый такой продуктивный видеоблогер у меня. Сначала из серебра у меня появился вот этот шикарнейший перстень паук. Ну, паук здесь такой живенький. Такой настоященький. С такими лапками. Просто жуткий тип какой-то. Посмотрите. Девочки, буду делать маникюр буквально вот сегодня вечером. Ну, так получается. Если я буду тянуть до вечера и завтра видео, у меня, может, завтра... Ну, я буду занята чем-то, знаете. Поэтому вы уж меня извините за не совсем свежий маникюрчик. Вот. Ну, сегодня давайте не будем на него смотреть, а будем смотреть на моих паучков. Вот. Вот этот перстенек. Сейчас я его, кстати, продеваю. Вот так он смотрится. Я вообще предпочитаю, чтобы все было великовато. Но, видите, он мне уже тесноват. Я не люблю. Я люблю, когда слегка болтаются одежда, кольца, браслеты. Я люблю, когда все слегка оверсайз. Ну, уж, вот как-то так. Однажды в Крыму, все там же, около Воронцовского дворца, я увидела вот этого милого паучка. Перстенек-паучок с таким вот лимонным брюшком. Да, это тоже серебро. Вот это серебро. И вот это серебро. Вот такой вот хорошенький перстенек. И я купила этого паучка. Вот так он выглядит. И буквально на второй же день были куплены серьги, которые я вам сейчас покажу. Может быть, я путаю последовательность. Может быть, сразу были серьги, а потом паучок. Но, по-моему, все-таки сначала был паук, а потом появились серьги. Все там же, около Воронцовского дворца, около входа в Воронцовский парк в Олубке. Я люблю Олубку. А Воронцовский парк – это просто место, где я очень… В 93-м году я в течение пары месяцев там просто ежедневно, ежеутренне гуляла. Я была в санатории, рядышком там, вот, и имела такую возможность счастливую, да. Это у меня было после воспаления легких, я, наверное, рассказывала. И я попала в тот санаторий. И было очень чудесное. Не лето, а осень. Это был сентябрь, октябрь, ноябрь. Три месяца. Три. Три. Да. Вот. Так что бывает, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так тоже бывает. Бывает по-разному. В жизни очень много чего-то такого происходит неожиданно. Ну, девчонки, серьги, вы знаете, они просто бомбические. Во-первых, вот эти брюшенцы, вот они, видите, шевелятся. Во-вторых, очень, очень живенько смотрится паучок, когда вот он так подвешивается и висит, принимает такую форму. Я говорю, я этих паучков уже просто выучила. Я так часто с ними сталкивалась в своей жизни. И вы такие вот, они у меня вот такие вот подвешенные паучки, знаете, готовые в любую минуту расправить свои лапки и прыгнуть на тебя. Они вызывали во мне такой ужас. И я вижу, насколько живое изображение вот этого вот паучка в этих серьгах. Где вторая, где вторая? Вот вторая серьга. В этих серьгах, ну, просто паучки просто как, как настоящие. Серьги шикарные. Это, да, это тоже серебро и циркон такого лимонного цвета, цвета лайма. Скажем так. Вот такие красивые, просто шикарные, просто шикарные серьги. Я считаю, что серьги больше всего похожи на живого паука. Вот изо всех моих украшений самые живенькие. Это вот эти серьги, где паучок сложил лапки и завис. Шикарные, просто шикарные. Еще паучок. Это к перстеньку. Это точно такой же, только подвесочка. Видите? Подвеска. Очень красиво сверкают эти, ой, цирконы. Просто на солнышке это просто чудо, как они сверкают. Ну, к сожалению, тут я вам не могу показать все игры вот этой красоты. Но, девчонки, поверьте на слово, шикарные паучки. Очень красивые. И, наконец, мой самый большой паук. Самый-самый большой паук. Это вот этот. Огромная подвеска. И, видите, вон, инкрустировано еще вот по краям, везде-везде. Это не стразики, это все те же кубические циркончики. Посмотрите. Вот голова, хотела сказать, голова и пяточки. Голова и, ну, на ножках нет. На ножках у него нет этих. Но зато вот в обрамлении этого круга, эта паутина его вся в этих красивых камешках. Такой вот красивый паук. Шикарный паук. Вот так он смотрится. Вот все мои пауки. Пауточки. О, эти, видите, как на листочки расселись. Мы их посадим вот сюда, на зеленые листочки. Вот. Вот, 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 вот. И вот. И вот. Мои паучучки. Ну, как вам паучки, девчонки? Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. И по кофейку. Покупочки. Что там мы покупали? Наверное, это тоже интересно. Но я решила поделиться им. Девчонки, прикупила новый кофе. Вот такой. Это я его распаковываю. Сейчас буду вот это открывать. А себе заварила остатки того, что было. Был здесь, по-моему, форт. Я уже не помню, какой кофе. Я вам показывала. Может, не форт, может, что-то другое. Ну, сегодня у меня какая-то баночка наполнится. Эта баночка все время наполняется каким-то другим кофе. Вот она сегодня наполнится вот таким. Карта ночи, наверное. Вот. И здесь я себе заварила кофе. И вот когда насыпаешь, слегка рассыпается этот кофе по столу. И вообще аромат такой разносится хороший. Я сейчас перелью. Я в этой чашечке заваривала. А сейчас перелью вот в эту. Но сначала положу сахар в ту чашку. Две полных ложки в полке достаточно. У меня весь кофе не поместился в эту баночку. Поэтому сейчас мне на помощь придет прищепочка. Все. Защепила. Прищепила. Остатки кофе и положу его в шкафчик. Сегодня к нам в гости придут Мариша с Настей. Ну, а мы с Сережей сходили в магазин вчера и прикупили мидии. Вот такие. Грибочки. Оливки. Ну, это так, закусочки. Это самая печень трески. Ну, и многое другое. И кокос. Корзинку киви. Это персики. Там внизу абрикосы. Вон там абрикоски. Немножко черешинок. Это у меня старая такая штуковинка. Я мыла черешню. И, конечно же, клубничку. Ну, и много всяких других приятностей. Сделаю вам маленький рум-тур перед тем, как будем накрывать стол. Дети придут сегодня. Вот так я почистила ковер сегодня щёточкой хорошо. Он такой яркий. Такой славненький. Аж мне понравился. Ну, вот. Включила свет на камине и сделала много зелени там. Мне это очень нравится в жаркое время года, знаете ли, когда много зелени. Очень красивую заставочку сделала себе. Такую прохладную, знаете, такое холодное море. Вообще прелесть. Мне так нравится. И здесь. Ну, как-то так. Потом, после того, как проведём заседание за столом, после этого мы с Маришкой будем гадать. Вот, достану вот этот столик. Картишки. И там много картишек. И будем гадать. Вот так, примерно, такой небольшой рум-турчик от сегодняшнего 9 июня. И сейчас я вам покажусь. Привет. Привет. Дорогие. На этом я заканчиваю этот влог. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Дорогие. До встречи. Подписывайтесь. Поехали. Поехали. Продолжение следует...